Вы знаете, чем-то напоминает вот Берлин, Украина. Колонна победы. Ну и романтика. Вон бронзенбургские ворота. Ну смотрите, посадочное место свободное. Чтобы у вас была такая халява. Может зло, но извините искренне. Значит, уважаемые подписчики, Наталья, ваша любимая, Дуброва, Я ей сказала, что так делать нельзя. Если мы идем в Европу, нужно соблюдать законы. Здравствуйте, я Наталья Дуброва, и я сейчас нахожусь в Берлине. Я уже в Берлине не первый раз. Мы с Таней были в конце ноября несколько лет назад. Потом мы с нашим театром, где я работаю, с Киевским театром драмы и комедии, приезжали сюда на гастроли в октябре. И вот сейчас у нас большой гастрольный тур, который завершается в Берлине. И вот вы знаете, я обратила внимание на то, что изменилось в Берлине, как изменился Берлин. Вот в частности про цены хочу сказать. Я просто из любопытства полезла на сайт booking.com и посмотрела, почем стоят сейчас номера в отелях, в хостелах в Берлине. Ну и честно говоря, пришла в шок. Потому что когда мы с Таней сюда приезжали в конце ноября несколько лет назад, мы бронировали отель, причем этот отель был не на выселках где-то, он был неплохого качества, чистенький, все нормально. И стоил он, точно не помню, сколько не буду врать, но до 30 евро в сутки точно. В районе 26, по-моему, 27, может 25, ну где-то в таких пределах. Сейчас за такую цену в Берлине вы жилья не найдете. Никакого. То есть самые дешевые хостелы, я посмотрела, это самые дешевые, начинаются от 80 евро. Это хостел, это хостел с двухэтажными кроватями. Если это отель, то это 150 евро в сутки получается, 196 евро в сутки получается. Понимаете, и я так связываю, я это связываю прежде всего с количеством беженцев из Украины, которые приехали сюда в Берлин. Просто жилья нет, жилье очень дорогое. Цены повысились, вот по моим наблюдениям в супермаркете, но не так сильно, как на жилье. Они не выросли в 2-3 раза. Они выросли там процента, по моим наблюдениям. Вот кто из Германии, кто из Берлина, напишите как по вашим наблюдениям, потому что, ну в принципе, что покупает человек, который недолго здесь. Он покупает там какие-то молочные продукты, йогурты. Там в магазине Реве, в магазине Лидл, которые недорогие. Ну и по моим наблюдениям, цены выросли там процентов на 10. Цены на жилье выросли катастрофически. Цены на музеи выросли процентов на 10-15. Но некоторые музеи для украинцев бесплатно. Но в чем еще дело? Мы вчера ходили в музей фотографий, и нас спрашивают, типа, есть у вас регистрация? Есть у вас регистрация в Германии, видимо, имея в виду, беженцы мы или нет. И это обязательно должно быть, чтобы мы были уехавшими из Украины, скажем так, после 24 февраля. Чтобы мы не жили в Берлине там 2-3 года. И я не очень поняла, потому что штампа о въезде в Германию сейчас быть не может, а украинцы, потому что самолеты не летают. Видимо, в этом случае нужно показывать штамп пересечения вот той границы, через которую, допустим, вы приехали, через которую вы едете, для того, чтобы бесплатно попасть в музей. Не все музеи бесплатные. Вот у нас одна актриса ходила с дочкой в зоопарк. Зоопарк стоит 17,50. Ну, для нас это мы посчитали дорого, ее дочка очень захотела, она с ней пошла. Ну, мы, как взрослые люди, можем уйти без зоопарка. Вот по моим наблюдениям, как изменился Берлин. Мне кажется, Берлин стал грязнее, чем он был. И мне кажется, что больше маргиналов. Вот не было столько бездомных раньше. Во всяком случае, я не видела. Но вот это вот мое субъективное ощущение от того, как изменился Берлин сейчас. Это тот отель, в котором мы жили в Берлине. Он назывался Леонардо. Отель прекрасный. Сколько стоил номер в этом отеле, я не могу сказать, потому что мы были на гастролях. И отели нам оплачивали люди, которые приглашали нас на гастроли. Наш театр. И вон речушка. До нее, как до нашего отеля. Отлично. Идем к речушке. Станция метро Зоологический Салф. И церковь Кайзера Берлигельна. Друзья, прочитала комментарии под видео и просто взбесилась. Вот реально взбесилась. Объясняю почему. Когда я рассказываю о встречах, как принимают люди в Европе, наши подписчики, как они нас встречают, как они к нам относятся. И когда я говорю, что ты просто не ожидал такого, и что ты не знаешь, как реагировать, потому что такая доброта, и такое участие, и такое тепло. И вдруг пишут в комментариях, им за это платят. Пишут одни. А вторые пишут, что вы за всю жизнь, вам типа 40 плюс лет, и вы никогда не видели доброго отношения. Ну то есть элементарно, когда ты высказываешь элементарную благодарность, восхищение теплом, добром других людей, тебе говорят, так а ты же ничего в жизни хорошего не видел. Понимаете? А другие пишут, им за это платят. Ребята, вы нормальные? Вы в уме вообще? Ну вот реально взбесило просто, честное слово. Ладно, надо успокоиться, как-то нормально смотреть Берлин. Вот так вот у меня абсолютно берлинский вот такой вот интерьер. Смотрите, как красиво. Девочки, хотят что... А что там? А что там? Там зоопарк. Зоопарк? С зданием. С зданием зоопарка. Мне так нравятся эти вазоны. Влазь, а они живые? Ты как специалист по ботанике. Нет. Нет, это искусственное, да? Разочарование. Знаете, чем-то напоминает вот Берлин, Украину. В том смысле, вот сейчас очень сложная ассоциация, но она у меня есть, я хочу ей поделиться. Только что читала публикацию нашей девочки-администратора, которая находилась на заправке рядышком с тем местом, куда попала крылатая ракета. На ней пролетело их четыре. И Берлин, это тот город, который был очень сильно разрушен, который пострадал во время Второй мировой войны. Я сейчас не о причинах. Я сейчас не о мотивах войны. Я сейчас не об историческом факторе, а о жизни простых людей. О том, знаете, вот какой будет Украина. Потому что очень много городов уже разрушено сейчас. Николаев, Харьков. Про Мариуполь уже все знают, что города практически нет. Я не знаю, что там будет с Херсоном. Чем закончится, в каком виде будут города и как их будут восстанавливать. И как их будут восстанавливать, вот тоже пока непонятно. Ну вот Берлин пережил. Благодаря Гитлеру, который очень подгадил сильно немецкому народу. Это едут ребята шейхи какие-то. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Привет, привет. Это едут шейхи, судя по их женам, которые сидят там в Паранжах. Будапеш-страссе. А здесь меньше велосипедов, чем в Мюнхене, правда? Не такие наглые велосипедисты. Медведь символ Берлина. Это зоопарк, в который мы не пойдем, потому что билет 17.50. Не по карману. Красивый вход в зоопарк. Там слоники такие. В каком-то тайском стиле сделан. Понятно, что хорошо в зоопарке, но не за 17.00. Смотрите, какой пафосный интерконтиненталь в Берлине. Ходят кораблики, ходят, я думаю. Трачечка. Красивый квартал, да? Просто оно такое, типа Берлин-стайл. Современная архитектура Берлина мне очень нравится. Великов много, конечно, но по дорогам меньше, чем в Мюнхене велосипедисты. Они не такие наглые. Это вещи от скорой. Я думала, это пожарные. Нет, это не пожарные, но это скорая. Приятный такой уголок уединения. Кстати, везде скамеечки. Места для отдыха. Вот смотрите. Велосипедисты. Только они вежливые, ни на кого не кричат, они всех объезжают. В Мюнхене это все жестче. Они там ругаются. Типа на велосипедисты. Хочу зайти, ни-ни. Такое дерево интересно. А это уже пожарная. Точно, там пожарная лестница. Ой, смотрите, как они отражаются. Как они отражаются, эти деревья. Так. Уточка. Уточка. Выныривать будем? Рыбы много, я смотрю по воде. Круги такие характерные. Вот где уточка делась. Ку-ку. О, это не уточка, ты цапля какая-то. Ты смотри, какая ты. Я очень люблю вот эти вот европейские, знаешь, полежалки на газонах. Я тоже нудисты девочки. Обожаю. Так мы можем тоже идти за горадостью. Это нудисты? Да, не были. Нудисты, прелесть какая. В Берлине, в центре. Прелесть. И что ты решила, что это нудисты? Нет, там точно нудисты были. Там нудисты. Эти одеты. Эти просто. Видишь, они разделились. Повалявки. Да, эти. Это большинство. Нет, кстати, там и нудисты, девочки. Это все нудистская такая. Но у них, я помню, вот мне рассказывал друг, по которому в Берлине. Да, и нудисты тут валяются. Видишь ты, да? И ходят все в голову. Прелесть нудисты в центре Берлина. У нас очень много воды в Украине. И все лизут до воды. У нас принято пикники и все такое прочее. На берегу. Делать на берегу. Да у воды где-то. Понимаешь, к озеру привязано, к речке. Потому что купаться можно. А у них, во-первых, все речки всегда загоняются, ну вот в эти такие каналы. Бетонные, да. Чуть-чуть ты к ним подойдешь. И у них совершенно другая традиция. И у них традиция, поэтому просто... Валяться на эти... И в Амстердаме. А уже эти красивые и ухоженные. Да, и в Амстердаме что же самое. Там такие много каналов. Но при этом не покупаются же никак. Так как велосипеды валяются. Сзади меня это колонна Победы. Она Победы Пруссии над Данией. Она была построена в 1867, наверное. Могу ошибаться, но 2-3 года. В 1871 годах Победы Пруссии над Данией. И она находится на площади, которая называется Большая Звезда. Этот сад, который мы прошли, называется Тиргарден. Вот. И на самом деле, вот мы сейчас с девочками разговаривали. Вот такая вот вещь. Разговаривали про Россию в связи с нашей войной. Но вот обычные люди, которые, типа, выступают за захват территории Украины. Ну, и что изменится, допустим, в жизни конкретного человека, который ценой, ну, поддерживает убийство других людей, для того, чтобы территории его государства стало больше? Вот ФО спрашивается. Зачем? Ваша квартира от этого увеличится. Вы станете счастливы, вы будете лучше жить. Ну, вот как бы стоит колонна. Вот была война Пруссии и Дании. И вот при этом это стоит памятник, который охраняется. И который не несет за собой шлейфа территориальных разногласий между нынешней Германией и между нынешней Данией. Вот почему цивилизованные страны в Евросоюзе в состоянии договориться о том, что границы после 45-го года, после Второй мировой войны не меняются? А почему другие страны, я имею в виду, в частности, Россию, не в состоянии этого понять, принять? И вот эти вот имперские замашки, которые в том числе поддерживают простые люди, ну, вот реально непонятно. Непонятно их агрессия, их выгода при этом. Вам чем от этого лучше будет? Вот чем лучше от этого будете чувствовать себя вы? У вас увеличится ваша квартира, вырастут ваши доходы, у вас же будут санкции, разные другие проблемы, с которыми вы столкнетесь осенью. Вот непонятно, честное слово, до сих пор не могу понять. А вы пишите какие-то гадкие, злобные комментарии, пишите одно и то же, под кальку. Научитесь думать головой, в конце концов. Берлин неформальный город, смотрите. Просто обыкновенная лавочка. Не надо меня снимать! Твое! Перебежали, дорогу в неположенном месте. А там внутри какой-то музей. Красивая комната победы, конечно. Пытаемся зайти бесплатно сюда, от владельца украинских паспортов. Кстати, тем, кто пишет, что типа халява-халява, из других стран могу пожелать только одного, чтобы у вас была такая халява. Может, зло, но извините искренне. Ребята, эксперимент неудачный. Билет стоит 3,50, но для украинцев платный. Не то, что нам жалко 3,50, в принципе, нас интересовала смотровая площадка. Ну, если нас не пустили на высоте 10 метров, нам не это сильно интересно. Если что, если нас так сильно будет интересовать смотровая площадка, у нас есть телевышка. Там где-то все выше, круче. Воздушный шар. Ну, вот такой вот. Воздушный шар – это будет третья попытка наша. Взлететь над Берлином, наконец. Потому что в первый приезд с Саней мы не взлетели. Во второй приезд с девочками с этим же спектаклем в октябре мы не взлетели. Когда с Саней мы были, воздушный шар работал, но мы не нашли. Во второй приезд он не работал, но мы нашли. В третий приезд посмотрим, что будет. А попали ли мы на воздушный шар в Берлине, вы узнаете в одном из наших следующих видео о Берлине. Поэтому не забывайте подписываться, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Наши видео выходят в понедельник и четверг. Вася, кому ты обещала не ходить на... Я не обещала, я вас призываю. Значит, уважаемые подписчики, Наталья, Ваша любимая, Дуброва, постоянно переходят на красный свет. Я ей сказала, что так делать нельзя. Если мы идем в Европу, нужно соблюдать законы и ходить на зеленый свет. И теперь она везде меня попрекает. Где же твои принципы? Где же твои принципы? Они со мной. Я пошла, потому что здесь нет светофора. Так найди. Я хожу на зеленый свет. И своего ребенка так приучила. И вас призываю переходить только на зеленый свет. Соблюдение законов нужно начинать с себя. Начни с себя. Сказала Леся, только что перейдя вообще без всякого пешеходного перехода. Мы живем недалеко от вот такого вот сада. Это самое зеленое место Берлина. Вон телевышка впереди. Слушай, какой красивый фонтан. Да, почему? Реально. Очень красивый. Прекрасная такая скамеечка. Свадьба. Они нам побахали ручкой. Я не успела снять. Это все, ребята? Это весь кортеж? Все так же, зараз все дорогие. Нет, девочки, это не весь кортеж. Вы на свадьбу, ребята? Девочки, мы идем какой-то свадебной дорогой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Впереди знаменитая телевышка берлинская. Арт-объект современного искусства. Такое огромное количество полиции везде, полицейских машин. Полицейских машин очень много. Реально, много-много. Вот фонтанчики, где можно помочить лапки. Впереди рейфстаг, стеклянный купол. Это рейфстаг. Это был Еморатик увидел, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, смотрите, вот здесь на центр. Мило, птички поют. Кубики такие из кустика выстряжены. Ну, сейчас на центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еврокомиссия, девочки. Смотрите. Европарламент, это, я так понимаю, их офис. Не украинский флаг. Потому что мы теперь кандидаты. Да-да. Неожиданно нашлись Бранденбургские ворота. Короче, мы уханялись очень сильно. Хотели искать ресторан, плюнули на это дело. Сели напротив Бранденбургских ворот. Едем просто сосиски и пьем пиво. Все. Ну, вот такой, я думаю, он у нас будет нужен. Ну, и романтика. Вон Бранденбургские ворота. Как мы вовремя сели. Уже к этому фастфуду стоит очередь. Бранденбургские ворота. Говори, Людусик, что такое, ты боишься говорить? Я тебе все равно покажу. Я всегда влажную. Ты знаешь, что ты говоришь, что-то говоришь. Я не знаю, что рядом расскажу. Это Людусик. Это наш звукорежиссер. Это Людусик. Как же нам еще пятый вечер? Ну, я правда не могу сказать, что я не знаю. Вот видите, дедушка идет на работу. Ну, я думаю, вы догадываетесь, на какую. Вот рядом с нами такие чудесные рестораны. Мы уже поели быстрой еды. Тут и едят. Посмотри, люди просто снабс. Юдусик запивает зачку. Ну, смотрите, посадочное место свободное. Живет человек, собирая неверного животных. Ребята, это наше видео подошло к концу. Мы с вами увидимся в следующем видео. Так что, кто еще не подписался, все-таки подпишитесь, поставьте лайки и мира всем. Пока!